Добрый день! С вами Антон Самсонов, гольф-профессионал Forest Hills, и мы сегодня рассматриваем второй момент этикета. Мы уже познакомились, что нам рассказывает лунка, что такое ганди-кап примерно, и почему все играют с разных площадок. И вот мы с вами на первой лунке на Forest Hills, чтобы увидеть, как же эти площадки отличаются. Я сейчас расположился на площадке черного цвета, черные Ти, с которых играют профессионалы. За моей спиной вы увидите синий Ти для мужчин, чуть-чуть подальше бедных линьеров, и самые ближние красные для девушек. Это наша стартовая игровая площадка. Для первого удара нам разрешается использовать вот эти подставочки, которые называются Тишки. Именно здесь, только для первого удара. Не забывайте, даже если лунка будет короткая, все равно используйте ее, потому что она выровняет нашу позицию нашего мяча. Итак, эти таблички черного цвета разные, называют их маркера. Их каждые 3-4 дня меняют, потому что делая отсюда удар, мы не можем немножко повреждать, вытаптывать траву. А нам нужно, чтобы она всегда была свеженькая. Вы можете поставить свой мячик как здесь, так и две клюшки позади. Но помните, что ни в коем случае не впереди, потому что тогда нас заставят или перебивать, или нам начислят с вами штрафные. Итак, первые удары. Делаем с вами зон Ти. Для каждого уровня игры, для мужчин, для девушек они отличаются. Здесь разрешается использовать подставочку Ти. Если мы ее с вами сломали, пожалуйста, не выбрасывайте ее прямо сюда же. Вот белые есть специальные чашечки, куда вы можете бросить вот эти сломанные Тишки. Ну что же, в следующем моменте по этикет мы чуть-чуть с вами поговорим еще о фарвеях, что там нужно вот эти дивоты, где там различные дистанции расположены. Но также не забывайте, когда вы начинаете игру, играют обычно 4 человека. В среднем это 5 часов занимает, и, пожалуйста, выключайте все телефоны, настроитесь, готовьтесь на игру. Итак, с вами был Антон Самсонов, гольф-профессионал Forest Hills. До встречи в следующем моменте на фарвеях. Что нужно знать, и как с него нужно бить, как за ним ухаживать.